Кая Метова, звезду 90-х с хриплым голосом и неординарной внешностью, многие до сих пор вспоминают с ностальгией. Его знаменитый шлягер Position No. 2 долгие годы оставался в хит-парадах и чартах, а женщины сходили по нему с ума. Но мало кто знает о том, как судьба талантливого артиста и композитора была связана с армией, где он служил и какие у певца корни. Об этом я предлагаю поговорить сегодня. Родился будущий артист 19 сентября 1964 года в Казахстане. Родители заметили дарование сына. Он обладал абсолютным слухом и отвели его в музыкальную школу, где он обучался игре на скрипке. Врожденные таланты предопределили судьбу мальчика. Он побеждал в многочисленных конкурсах. Его заметили и пригласили учиться в музыкальной школе при Московской консерватории. Возможно, Кай стал бы знаменитым гораздо раньше, если бы не служба в армии. В 1982 году Метов начинает срочную службу, но попадает не в какую-нибудь армейскую самодеятельность, а в особую бригаду Министерства обороны или первую отдельную стрелковую Ордена Красной Звезды бригаду охраны Министерства обороны СССР. Задачей подразделения была охрана центральных органов военного управления, например, Генштаба Министерства обороны и тому подобное. Конечно же, ответственность была огромной, ведь центральный аппарат армии – это сердце вооруженных сил страны, а покушались на это сердце не только иностранные террористы, но и воинственно настроенные граждане нашей страны. Взять хотя бы знаменитый путь 93-го. Тогда особая бригада была приведена в полнейшую боевую готовность и отлично справилась с поставленной задачей. Конечно, к тому времени Кай Метов уже давно не служил в армии, а блистал на эстраде. И даже такие серьезные занятия, как служба, не могли полностью отвлечь талантливого парня от творчества. Проходя службу, он выступал в составе музыкального армейского ансамбля «Молодость» и даже дослужился до звания руководителя коллектива. Вот только срок службы уже подходил к концу. На дворе стоял 84-й год. Теперь давайте разберемся с национальностью звезды. Я часто слышала версию о том, что Кай Метов татарин. Его фамилия Ахметов, а Метов – лишь сценический псевдоним. Оказывается, это не так. Артист практически ничего не поменял в своем настоящем имени – Кайрат Ерденович Метов. Лишь сократил имя до Кай. Так татарин ли Метов? Насколько мне известно, имени Кайрат в татарском нет. Зато в республике Казахстан, где он, кстати, и родился, есть несколько сел и футбольный клуб под названием Кайрат. Еще Кайрат – это типичное мужское казахское имя, которое в переводе на русский означает «энергию, силу, мощь и упорство». Еще одним доказательством может служить имя отца – эрден. Надеюсь, я правильно произношу это имя. Это производное от казахского «эрдене». Слово было заимствовано из монгольского языка и в переводе с монгольского означает «драгоценность». На казахском «эрдене» означает «луна» и символизирует красоту, верность и вечность. Так что по отцу, то есть по правилам генеалогии, Кайрат Метов по национальности казах. Впрочем, давайте посмотрим на маму певца, Светлану Метову, в девичестве Юрасову. Это чисто русская фамилия, уходящая корнями в XVI век, когда было несколько дворянских родов с такой фамилией. Так что фактически в жилах Кая Метова течет русско-казахская кровь. Так что теперь меня не удивляет необычная внешность певца и то, что некоторые из его детей русые. Сейчас артисту 56 лет. У него трое взрослых детей, две дочери и один сын. Гастрольный график Кая по-прежнему расписан. Он не только участвует во всевозможных дискотеках 90-х, появляется на ТВ, но и проводит сольные концерты в разных уголках страны. Вот уже несколько лет Кай Метов живет с моделью Анастасией, которая младше его на 28 лет. Было интересно? Тогда дайте мне знать, поставив видео лайк. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Будет еще много интересного.